Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого и это продолжение ФФА сериала на восьмерых в Сигмеер Сивилизейшн 6, в котором я играю за Польшу. Если вы смотрите не сначала, то рекомендую перейти к первой серии. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Чтоб в следующей серии накидало. Кто это был за руку? Прям вау. Кто-то умер. Ты в нормальный век вышел? Нет, а зачем мне золото? Действительно. А что там в темном? А что там в темном? Болезная фигня. Я не знаю, что в темном. Ну, как минимум, плюс 50% строки с вейдерных ракет. Да, ну ничего страшного. Я б тоже вышел в темный, но шансов не было. Убийство людей лишает возможности выйти в темный век только в золотой после этого. Вот здесь, значит, плюс 50% золота для каждой биржи, но минус 2 довольствия. Плюс 50% при создании ядерных проектов, но вы не получаете очков линия для подсловов. Ну, вообще, я сейчас, по-моему, ядерки вообще нигде не строю. Хотя, аэродромы до строя можно будет начинать строить ядерки. Так, здесь космическая гонка корина. Плюс 15% еще надо поставить будет. О, кстати, под охраной лжи ты сейчас весьма зайдет. Я тоже взял классную цену. Не, ну, тебя немножко не тот бонус. Блин, не ускоряется, она всегда берет. Типа, ну, люблю шпионов. Слушай, потому что в золотом там... Меня возмущает... А, блин, я не на то... Я на своем кашинете не строю. Видишь, полосочка как была, так и осталась. Так, здесь у нас 4 хода, здесь тоже 4 хода. Ну, на всякий случай продолжим термоядерки фигачить. Так, значит, мне две карточки надо поставить. Во-первых... Блин, да мне и это тоже надо. Значит, плюс 50% к производству. Давайте, наверное... Блин. Ну, Леш, ты меня уже и по техам обогнал. Куда же, что же... Куда же, как же. Ладно, давайте вот так. Так. Уже 144 хода никто не улетел, что вообще? Не так. Ну, ты ж видишь, какое противостояние. Ладно. Мне надоело, что так долго ходы идут, давай. Кидаешь? Да. Давай, кто быстрее улетит, или там Грей решит нас пилить. Ты кидаешь или не кидай? Я уже кину. Не вижу еще. Нет, я тебе мир кину. Я мне просто надоело уже тут так долго ходы. Тут столько юнитов перекликивать надо. Это да. Ко мне... Грей публично осуждает мою цивилизацию. Жалко. И тебя осудил, да? Качечка. А нет, сейчас обсудят, наверное. Не осудил, он уже. Красненькая. Да, есть. Ну, значит... Будет в нас бросать. Будет битва, будет мясо. Да. Хотел... Хотел, чтоб быстрее двигаться. Ну, ну. Боже. А, блин, еще и корпусу армии. Ладно. Поплыем обратно. Ну, вы мне выборы не оставили другого. Всегда есть выбор. Так, мне надо здесь эсминец построить, чтобы кирену захват... захватывался. А, хотя у меня тут танки есть. Сюда вниз поставим. Один танк, второй танк. Сюда. Так, и надо бы, конечно... Надо бы, конечно... Эпилисси отправлю. Пусковые шахты построить в сторону. Слушай, Кайчик, а ты не видел подлодки? В Грузии? Не. А, вот она, кстати, будет. Не грузинская. У меня эсминцы тут по... По этому... Северному морю плавают. Ничего не видят. По-южному. Не, и по-северному. По-северному. А по-северному. Зачем? Я думал, ты знаешь, с американцем заключишь мир и проплывешь... Не, ну я... Я-то понятно. Сейчас вопрос с Грузией. Говорю, ты видишь подлодки Грузии? Нет, я в Северном море плаваю, там нету. Таких там и не будет. Почему? У него... А, нет. У него Майнс есть, но там... А, нет. У него крены есть. Это... Египетский город на юге. Ну, на юге. На юге не видел. У него есть... Тут... Гавань в городе как-то... Ну, или... Кутай... Кутаиси. Тоже там гавань торчит. В Лакупане есть гавань. Как будто из него есть где строить все это. Так, ну мне осталось нанотехнологии только открыть для... Да, нанотехнологии. Качечки больше открывать. Сейчас будет, конечно... Ядерный апокалиптец. Я не собираюсь. Тут... Уже с качечкой чисто... На улет действительно будет. Качечка предложения. Так, я кинул. Угу. 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 Еще одну. Какую то... Чудесно. Быстрое развертывание ускорил. А, ну вот я ее сделал, отлично. То есть я и так аэродром на другом континенте построил. Ускорил. Значит, тут надо шахту инженером. Девять ходов? Как долго будет. О, формальный повод объявить войну Тамаре за расширение территории. Это здорово. Правда, сильный все равно. А вот идеологии умеренные. Грей, будешь мне войну идеологии объявлять? Нет. Ты можешь мне объявить войну и идеологии, мне надо для этого пять ходов. Через пять ходов войну и идеологии будешь объявлять? Нет. А какую? Это важно. Войну золотого века или как-то на периодическом? Да. Если вдруг. И будут ее. О, вот что я куплю. Да-да-да. Десять минут ход таймера, охренеть. Так, я отправил в Тбилиси, ну давайте Вахин и Батуми просто, чтобы видеть юниты где. Вахин. Нет, на самом деле, чтобы два космонавта так договорились дружно улетать, я тут ничего не могу сделать. Вопрос кликать лишний раз или не стоит? В Кирену еще давайте. И теперь вы начинаете в такой ситуации, ну никто не хочет первый ядерку бросать, потому что сразу против него кризисный союз. И скорее всего грузин будет первый бросать. Но, когда я против него кризисный союз, то есть только вопрос, заберет ли он наши города. Он может ближайшие какие-то может забрать мои, но те, которые с космопортом, вряд ли. Тем более юниты у него сюда не проплыли, ко мне никакие. Так, аэродром построен. Знаете, может тут не термоядерки, а, например, вертолеты. Что у меня по юнитам вообще? Какие у меня, кроме танков, что у меня есть? Ну, я так не сам понимаю, почему Леша на это согласился. Ты же не успеваешь его. Ну, есть план. Потому что, потому что если я бросаю ядерку в шапландца, то побеждаешь ты. Не факт, аэродром, что у тебя много, ты можешь воевать. Ты нас носишь. И просто сидеть с юнитами, тут обмениваться, не знаю. Я так и не услышал никакого желания там нападать. То есть я постоянно слышу от тебя, что у шотландца хреново города стоят, мне его не забрать. Ну, так и смысл. Просто кидать стаконы в меня кинем. Смышлю. Кидаем в шланг, у тебя, ты берешь и забираешь города. У него тоже флот. У него тоже флот. Ну, так на флот ядерки кидаешь сначала, потом на города. Но не видимо. На невидимый флот, который ты не видишь. Но подсвети хоть чем-то, один юнитом любым. Иди туда. Ну, как я вам в той куче. У него куча тоже подлодок. Какие-то из них все равно останутся. То есть я уверен, что было бы так. Я закидываю шотландцы, в это время ты нападаешь на меня и с другой стороны берешь мои города. Ну, я бы на любом случае на вас обоих должен нападать. Какие у меня варианты? Но как бы шотландцу я бы тоже не давал летать. А сейчас мне смысл на кого-то из вас одного нападать. Это тоже нет смысла. При этом, при этом, как бы, ну ты должен был видеть тогда и видишь сейчас, что ты не успеешь. Если бы там еще у тебя ученый был хотя бы, инженер он... Хотя инженер 750. Сколько деталь, кстати, стоит нормальная? Нормальная, она стоит 900. Он делает сам заход. Или там рабочего загнать. Ну, все-таки, мне кажется. Нет, там нормально. Там вот это, как перестало переливать промку, инженер, тут то же самое, что и ученый. Потому что раньше брали на полторы тысячи и сливали его в ядерки. Сейчас уже нету смысла это обсуждать. Правильно или неправильно. Если причем, американец мог со мной куда-то пойти, у него там что-то совсем спичит. Я вот действительно не понимаю, в какой момент американец внезапно просел. То есть он... У него не было никаких проблем. Лаку построил? Он радостно забрал француза, развивался после этого неплохо, а потом в какой-то момент просто остановился и все. Вот он, кампус. У меня пара хреновых кампусов, насколько я понял. Радости нету. Радость-то вернулась. Радость-то вернулась. Вот, знаменитый Телави. Вот, плюс у меня кампус не во всех городах. У тебя же 3 на 3 есть. Что, должно быть нормально? А кампус не во всех городах. Да, вот это на самом деле моя промаха. Ну, тут можно у тебя сделать, смотри, ты вот в Буффало у тебя нету кампуса, ты ставишь его вот под уголь, а в Чарлс-то нет на холм, еще какой-то район спигаришь, там будет у тебя два кампуса на плюс 3. Ты сейчас в Америке уже достаточно на уголь. Да, я просто не в курсе был в этих моментах, а по всему плюс 3 кампуса. Вон, в следующий раз это буду учитывать. Да ты просто не жди до такого этапа. Вон, увидел Лешу, напал на него в средневековье. Не, а с Лешей надо было все же, когда у меня вот было очень сильное преимущество, в самом начале, когда был и генерал, и все такое. И войск у Леши не было, потому что он все в эти города потратил, в промышленности, насколько я понимаю. То есть, когда я с Французом воевал, у меня мечник, он убивал другого мечника с одной атаки. Собто ты, само собой, прокачанный мечник. Да, отличный, конечно, бонус плюс 10. А что, откуда плюс 10? У меня бонусы, все, которые почти, кроме моего расу американского, они обычные. Американский бонус плюс 5, разве что там соломинка это получается. Да, плюс 5 все-таки. Да, вот, александр, плюс 5. Если бы у американцев было плюс 10, то вообще был бы же кошмар какой-то. Там плюс 10 за счет лишней картки в темном. Ну, хотя да, на самом деле там... Карта темного века, карта с американец, там плюс 8 еще от олигархии с картой. Ты заканчивай ход, Антетка. Плюс 5 от генерала. Ну да, тут у Грея получается единственный шанс это не дать нам улететь 14 ходов, и он тогда по очкам победит. Ну, им отличный план. Если бы вы хотели, что каких-то действий на карте, атака, так... Ну, получается, действие, то есть это реально в твою пользу тогда будет Грей? Ну, почему? У тебя много очень городов, ты бы мог рискнуть, по крайней мере. Мне кажется, это было бы более выгодное решение. Я вот сейчас рискнул именно по науке попытаться. Ну да, но ты выбрал другой путь. Но мне просто кажется, что если ты кидал ядерки вместе со мной, то да, мы в любом случае его в первую очередь убили. У тебя городов реально много. То есть я бы вполне вероятно, что ты просто не успел там закинуть, забрать, неважно, и ты бы убедил. А так шансов, мне кажется, меньше. Но это мое мнение просто. У меня больше производства за счет того, что я могу Вити караваны пускать отсюда. Смотр, просто завершился на нее. Факт, что он нужен был у меня на самом деле. Вот здесь эсминец построил. Ну, уже семь ядерок, четыре термоядерки. Ну ладно, давайте еще в крякове начнем. Разойдусь пошире. Если что, не мог мои города. Че тут не видно юнитов? А дедка, че это у тебя тут за реактивные истребители какие-то? Так вот. ... ... ... ... ... ... ой блин напряжная сейчас ситу ситу и на будет могу современный так танк апнуть стоит ли правда вопрос 465 не я бы не опал когда будет ядерный угар минус по деньгам пойдет биржу биржу построю здесь а три аэропорта а я аэродромы просто построил еще и аэропорты нужны блин а до аэропортов там еще что-то надо строить ангар потом аэропорт не так откроем глобализацию с откроем и вот последнюю теху я открываю нанотехнологии но надо было раньше космопорты строить что тут у качечки но нам технологии тоже еще не открыл но вполне может все еще ходом открыть до будем смотреть кто быстрее так как делал мне этот инженер на космопор давайте выбрать перебросим чем я бы дочь самый а вот и грузинский кантин самый быстрый крякове 106 и 8 пищи 112 вообще одинаково что в крякове 8 надо будет так страничка мне надо перебросить рабочих и смешно вырубать в крякове что сеговоры ну это , это Грузия политический курс удар возмездия прикольно Продолжение следует Нет, подождите, я... Вот тут у меня будет быстро строиться, а этого мне надо использовать во Вроцлаве В космопорте Вроцлава Субтитры создавал DimaTorzok В Крякове и в Быдгоще я две детали буду одновременно строить, вырубая леса А во Вроцлаве ускоряя инженеров Вот так Так, стоим здесь пока один ход, ждем, следующим ходом будем убирать улучшения в Быдгоще Так Знаете что, давайте на деньги на всякий случай Вдруг не хватит денег, то есть за счет того, что будут кидать в меня атомки Ну а что тут дальше открывать Это главное технологии будущего, чтобы очки получить Да, кончичка следующим ходом достраивает Вопрос Вопрос, сможет ли он за один ход закончить все детали Может быть и стоило нападать, конечно Может быть О, я за этот ход достроил Мы на ровне Мы на ровне И он не нанотехнологии нет Война за расширение территории Буша доступна Боже, боже, боже Так, они одинаково, по-моему, стоят Все эти проекты Все эти проекты 1800, да Так 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 Здесь Так 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 Я не успеваю только вырубить, блин Как я пропустил момент, когда Леша уже почти запустил Так вот, вырубил Как бывает Последний Блин Я только в заказе за доску правил первые ядерные устройства Блин, 4-х Ну, у меня тут все медленно было, как бы Я тут в одиночку, как бы мы будем Сейчас обгонят меня Качечка, блин Это не проградов много, но Каждый из них едет строить ходов пассива Вырубить здесь На этой в бытгоще начать Потому что тут я вам быстрее будет Все равно устроить Блин О, я про Пингалу забыл И он у меня сидит в Познане Блин Потому что он давал бонус Ну, это вообще не важно Здесь Магнус в данном случае Важен А тут у меня все уже у него прокачано То есть он имеет производство Ну Пингал должен был либо во Вроцлаве сидеть Либо в бытгоще Но это тоже не важно Слушайте, а может у меня его в бытгоще Правильно я понимаю, что если, допустим, копить Этот Ну, стакать кромку И потом Когда остается один ход До постройки устройства Ну, в смысле Какой-нибудь мод для запуска Если сработать хоть какой-то оставшийся лес Он мгновенно же запустится Правильно я понимаю? Да То есть имеет смысл Если так на долгосрочных стратегиях Оставлять хоть один лес в каждом городе Да, конечно Ну, я бы вообще забанил бы вот это нахрен И игра бы стала намного интереснее Что ж ты пишешь? Вырубку леса? Нет Это перелив Ну, shift enter То есть не выбирать постройки Ну, целенаправленно Чтобы потом заказать какое-нибудь чудо Или улететь Ну, не важно Потому что Это очень сильно Ну, влияет на игру Мне кажется Мне кажется, это все-таки стоит оставить Но Может не сто процентов производства Что бы шло Нет, ну, в принципе Тут Так, кстати Собою до острымечек говорится Допустим В сетевой игре ты не успел походить Такое бывает иногда Особенно если таймеры низкие Да, да И за счет этого Как бы, ну, есть Ну, играли раньше во всех частях Как-то и ничего И даже в этой части играли Ну, а теперь играют с этим Просто действительно много Этот перелив идет Не, ну, от чудес-то стоит оставить Вот это то, что если ты чудо не достроил То производство от чудо Нет, это все правильно Я имел ввиду, когда ты shift enter Чтобы потом чудо построить Ну, мне кажется То есть сохранение какого-то производства должно быть просто не стопроцентное Ну, это По моему скромному мнению Я думаю, сейчас если Ну, либо Отключать полностью Сохранение производства Допустим Перевести это в золото Глобализацию Открыл, да В каком-нибудь Или в случайный проект Который доступен Что ты делаешь Производство Все космонавты Как бы Полетят в космос С некоторым отсутствием частей своих тел Нет Что то происходит? Да ядерки кидает в нас Грей Что происходит? В кого он кидает Я даже не вижу Где жертвы? В нас С качечкой Куда он О, так он уже У качечки даже города захватил О, я тоже могу кинуть Кинуть Да все тут могут кинуть Да все тут могут кинуть Ну, у тебя я Да Нашли Ты мне что ядерным оружием убил моего шпиона? Вот засранец Нет Нет, они должны переходить Они Они Убирают Убивают А, не, мне показалось Я просто сейчас хочу А, да Описано Отменим Отменим Я хочу на следующем ходу посмотреть Что будет Если у меня Хорошие успехи будут у шпионов в районах Качечки Что ты делаешь? Вылезет ли там целая куча злобных красных ребят или нет? Вылезет У меня карта на минус 2 правда Чем черт не шут? Ну, я заметил, что у меня шанс у одного шпиона не прокачан 25%, а у прокачанного 80 У меня, по-моему, только в одном городе эти ребята есть Они в двух Дамбартон и Дэмфирс, наверное Ну, да Ну, вот у меня шанс только из-за того, что нанотехнологии еще не исследовал Просто, во-первых, из-за этого перелива получается, что научная победа реально очень, ну, легче стало намного, чем было Я не переливал, признаюсь сейчас Я тоже, кстати У нас, понимаешь, я не мог, я ядерки клепал Да, мы армию строили Ну, это в данном Ну, вот, в общем и целом, то есть, бывает, часто, когда люди Школьник, школьник, 20 ходов готов переливать Да, и потом просто Сух и за один ход Ну, это, как бы Это устроит рурку Он ее наметит, да А потом, вот, когда выходит, там, ходов 10 шутен Ну, кстати, вот сейчас все чудеса так строятся Тот факт, что После асинхроны или сейва перелив пропадает Мне кажется, он все-таки говорит о том, что это больше недоработка разработчиков, чем фичи игры Мне так кажется Ну, конечно, но я считаю, что это прям абсолютно Недоработка в том, что пропадает при асинхроне или сейве или наоборот Наоборот, что этот перелив есть вообще, что он сохраняется Это не должно быть просто, и все Это все же это дело, но чтобы, если не успел бы ходить, он должен быть не больше одного хода, если как фичи А, ты меня убил, мне теперь Ну, может быть, если бы на один ход, то, может быть, и шло бы Ну, что ты натворил? Ну, дело в том, что, опять же, так как этой фичей могут пользоваться все на карте, то это все-таки Что ты в Холецкого не кинул? Он в цене кинул и города захватывает, во всех кинул, успокойся Не, ну, если ты жалуешься, сейчас подожди Не-не, нормально Просто, ну, бля Ну, не ругайся Я же отстаю от него по техам Да, но это печально Ну, для меня нет различий в космонавтах, как бы, они оба получили поровну Но тебе, как самому жалующемуся, я могу еще одну вытенить Да-да, кидай, кидай Лекарство от грусти Вообще ужас Блин, я не выполню, эту, кризис оборонять город Кряков Как ты мог предать Кряков? Нет, он не в том плане, что не захватит, а в том плане, что мы, скорее всего, улетим раньше, чем Кризис закончится Раньше это на следующий ход, и вы имеете в виду Я на следующий ход не улетаю Я не улетаю Можно улететь на следующий ход с такими-то соседями Кстати, Роксбург, а надо отбегать Сколько Рульская долина хороша? На все сто Если производства там много, то офигительно хорошо Наш процент В шестой циве вообще очень мало зданий на проценты И в этом, кстати, ну, очень многие претензии Оставляют игре Из-за этого приходится много городов ставить Так вот Собственно, Рульская долина Одно из чудес, которые дают тебе проценты К производству Соответственно Оно очень круто То есть город С классной Петрой и Рульской долиной Мне кажется, вообще, может в одиночку тащить всю игру Ну, я смотрю, вот у меня самый лучший город Подруга Он дал бы мне 20 производства Нам бы не было Ну, что это мало ты считаешь? Ну, в принципе, это примерно процентов 20 Выходит Есть два варианта Либо Либо воевать по кризису с шотландцем Либо с грузином И одновременно играть не получится Два танка вылезла А почему мне кризис против шотландца не пришел? Потому что, типа, мы в союзе? Можно Ну да, наверное Забавно, что Чемпион поболтал там, короче, в жилом районе Вылезла два современных танка И откуда он их выкатил? У кого-то в гараже было? Как их убить? Блин, арму освободил Вот ты бешеный Я просто не знаю, куда мне ядерки бросать на... Знаешь, если бы меня освободили путем скидывания ядерной бомбы, я был бы не рад Ты не был... ты не отчаянный, короче, какой-то Ой, я тут внезапно узнал, что обычная подводная лодка не может ядерки кидать Может Проблема Нет 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 Она ничего не может Я кидал Я кидал Да не можно Она кидает Только КП Ну Конечно Я пробретил тогда Получается Слушайте, а великие люди умирают же от ядер? Ну, наших Шпионы точно умирают Три хода Ну, ускорю за... Шпионы не умирают Как раз Или умирают Неужели давно что? Неужели не успею? Да Ко мне мои явно переехали Да Ахахаха Что там? Не добил ровно Ну, нормально Почти Так, там стопроцентная победа 2 хп осталось Да Надо было Этим корпусом Что производство получить? Следующим ходом керену возьму Так, отсюда куда бросить? Бросить У него тут могут быть Юниты В целом В целом Три пасла О, три пасла даже Три пасла даже Потом Так Он меня опять Обратно перебил Видите Торонто Чтобы я производства Производство меньше имел Ну, тут все мы запустили Не знаю Ядерки Строились Может Подводные Вот Пусть мне остался Последний Последний Осталось Десять ходов Ну Космонавты Шухолецкий В итоге Он был прав Не знаю Нет Вообще Это не факт Вообще Ты порезал мне на утку А он Ему тоже У него уже Она была У него уже все техи изучены А у меня не все Что тут новое появилось Не знаю Содержание юнитов Может взять Ну я У меня деньги есть Деньги есть Пятнадцать процентов А что ушло Я не пойму Какая карточка сейчас ушла Что-то новое появилось Но ушло из экономики Бонусы театральной площади Наука мне нафиг не нужна Что тут взять Счастье Счастье стоит и так Надо на производство взять Слушай, а какая-то карточка на производство От этих От Гавней Что-то это за карточку такую ставил Ну там как бы бонус гавани А порт в гавани Он дает производство Сколько бонусы гавани собой Верх Верх В массовом производстве Там где Венессанг Это топовое в общем Механика для прибрежных гавани Так это не карточка или что? Я не пойму Карточка на удвоение А здание на производство На удвоение чего? Удвоение гавани? Бонуса Бонуса за сосед Да, гавани А где эта карточка? В экономике Я про это спрашиваю В войне Карточка Ванавы там Какой традиции она? Морская традиция То, что никто не учит Над феодализмом Понял И я это не изучу Вот я дебил Все это время играл С такими морскими городами Я у него У него уже Наверное, карточка На центр коммерции И гавани стоит А, ну хотя там 3 А, ну хотя там 3 А, ну хотя там 3 А, ну хотя вообще Это отлично Гарточка Особенно если там еще сидит Это четко Ну вот Десять промки Как бы можно Оно идет Там будет не 400 А где карточка Центра коммерции Гавани? В демократии По-моему Ну что, я и демократию не открыл Такой человек полный дебил Так, а они говорят Про морскую традицию Ну, все равно Это уже То есть Сейчас не карточка нужна А тот Город перекупаться Это проблема Что в начале До этой веры еще дожить нужно Не, ну Понимаете, я в начале Почему не шел Просто потому что У меня по-моему Две гавани только было Я их построил Две гавани для ускорения Это качечка там все Построил в гавани А потом уже Когда я понял Что с качечкой Не надо будет воевать С качечкой А почему ты Этот В Абердине Центр коммерции Поставил Не рядом с городом Ну Он же с рекой Должен быть рядом Как мы Уся река Он Река Этот холм Там где мог поставить Там был лес На этой клетке А слева Надо было строить Этот Я лес не стал рубить Чтобы было больше хром У меня уже к тому времени Когда я там ставил Центр коммерции Не надо было Чтобы он там дофига давал Надо было чтобы он просто был А в итоге он начал Цивилизация Грузии освобождает арму Вернув его армия Вышел арма через арму Арма 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 Зачем? Потому что Две желтые ггшки А Гава Ну да Две желтые Гава нет Столько денег не получишь Плюс Я карту Всегда оставляю На деньги Ещё Ещё и андетка присоединился Кризису против А чё делать? Какая-то движуха Не В этом нет смысла Вы должны Подать на тех людей Кто улетает А не на тех Кто пытается это остановить ЕС победа Красавчик Красавчик народ Боже Это Грей виноват Он Оттянул мне на ход Понимаешь На ход Оттянул Вот он Рандом Так он же и на меня тоже напал У меня уже были изучены техи Так это Грей виноват в том что изучены были техи Или ты Не дотянул Да Ты виноват Блин мне писало что ещё три хода А вырубка одного леса с Магнусом правда Да Ну да Да Дает сразу победу А у тебя же ещё А не у тебя плюс сто процентов Нет у меня У меня плюс сто процентов Ну как там получается Плюс сто процентов у меня Да Да Грей Два было У него инженер Да У него инженер У него инженер Там очень круто Поздравляю Я был близок Опять Опять Я не улетел Не Потому что я понял что если бы я нападал реально на шотландца Это это победа Грея сон дальше можно было камень собрать и джунгли с бананом и лишь слова благодарности заедет ты по-моему в городе в котором строил там был еще камень третьим радиусом и джунгли с бананом джунгли тоже дали бы пром и камень дал бы на хода 4 . то есть я мог все-таки на несколько ходов раньше улетать да больше рабочих ты раз расставляешь их там где ты будешь рубить на срубку все камень для этого хорошо заходит у меня в там было два оленя с лесом и еще четыре леса олеги тоже пробку дают получается там чем больше чем лес как ты себе представляешь ты убиваешь всех оленей и заправляешь или топливом как тут перерабатываешь я не знаю как ну так это работает а если а из дерева ракеты нормально надо строить в деревце бы горит или из камни ну любая агрессия против игры это поражение так что надо было то блин раньше надо было на него нападать я говорю когда по когда у нас т.к. захватывал не знаю что там все вокруг сидели вот это чего человек в центре карты захватят соседа не было тогда районов инвиктус никто не сделал ничего египет ничего не сделал такие и какой они бонус от этого получили вот что они люди сами выбирают чем делать я тоже мог бы не мешать человеку и на их месте если ты решил что мне выгоднее построить там какие-то здания которые я хочу они так решили ну не мешать человеку с момента реализовано когда грей или арчи в начале игры захватывает кого соседа то другие соседи очень должны напрячься по этому поводу это ну он так так уже понятно да потом потом бесконечный захват дальше идет ну вот собственно что мы и видели а ты с подлодок кидал или с шахт грей шахты самолетов блин надо было закидать тебя раньше на не факт что я улетел бы я в подлодке даже выйти не успел то есть я их открыл ход назад короче говоря на сто процентов круче потому что там-то только одну детальку бустишь сто процентов он на все космопорты идет блин я за всю игру только два юнита потерял сто процентов ради только в космопорте артируется по моему на все я по крайней мере всегда считал что на все и да если ты его берешь на сто процентов ты в трех городах там три леса рубишь вообще в этом плане шестерка мне намного меньше нравится что тут и перелив и вырук научная победа просто в раз не знаю во сколько раз легче чем например в той же 5 дации да это было очень трудно ты там строил миллион лет это невозможно также еще могу чем из виталий уничтожить и все это было видно шпион ну в общем да а тут как бы в один ход можно сделать и наверное просто бы без научной победы как я бы играть подвигаясь мне кажется в один ход уже нельзя сделать так как нельзя можно если все техи откроешь у тебя есть три космопорта ты уже нет три детальки да я веду все пять не все пять ты не так и зачем кто-то после спутника тени никто еще мешать царище не будет без научной победы а вот чтобы мы делали тогда тогда вы наверное кальчика все-таки нападал бы нападали бы тут тогда бы грей без вариантов если играть без научной победы это не очень круто надо играть тогда все в культуру параются и в корпуса идут надо играть все победы отключать чтобы не было видно пик то нет это скучно какой интерес играть на счет игра на счет это ровно то что делал я сейчас то есть как бы вот эта игра на счет хорошо забери максимум городов а на каком ходу мы сейчас улетели вот можно 50 1 ну вот теперь можно если делать игру до 150 хода обычно 150 сейчас бы победил кстати игра есть 150 идея в том что при таком при такой ситуации видишь так как мы уравновешивали друг друга все никто быстро не улетал потому что мы с качечкой например те кто шли в науку мы все равно строили юниты кучу для того чтобы воевать а вот я себя не напрягал там качечку например он бы улетел реально раньше вся при помощи флотом ему пришлось аппарат игры и детям пришлось больше строить он пришлось ядерки строить ну не просто не улетел потому что не что проект нет мало городов я вместо флота читал проекции улице даже 140 ход ставить чтобы еще сложнее было 140 40 сложно улететь я должна быть идеальная ситуация что 45 100 там тридцать восьмом девятый реческим путем выбери на 150 ход самая четко вот сейчас видишь как 150 это она не ну это игра поздно любят поздно поздно и улет на самом деле можно намного раньше 138 я и раньше видел и 130 там 7 был как-то у владимир но сейчас видишь 51 ну мне честно партия это понравилось то есть если только не считать немножко слабоватых египта с немцем которые тоже повлияли на вот партии то в принципе очень слабовато сыграно то есть они просто отсидели отсидели игру и все не создавали хотя инвиктус там упоролся потом в конце весь он от безосходности мне кажется что просто не сидеть потому что я думаю тоже если бы кто-то другой на инвиктусе играл я думал бы сполна использовал эту затяжную войну и приехал бы потом совершенными юнитами уже играет просто инвиктус слабо развился чтобы забирать египет игре воевал и все равно они профит не использовали этому войну в развитии как-то слабо на самом деле я как я смотрю инвиктус не использовал свои преимущества немцы ну да то есть у него ганзы стоят постольку поскольку кажется слишком сложным для него это нация он за россию говорит любит играть можно ему россию дал и знаешь что мне очень понравилось с японцами играть так это топ-2 нация там 300 до 280 науки на среднем векове некоторые люди мудрее бывает 300 вот этим способом что я точно такой же способ мы потом у них бонус на соседство больше порта и от центра коммерции получается ты между ними ну по прибережными короче города места ну прибрежными еще круче там надо строить кампус или три района вот эти строишь на науку и все сутки становишься космонавтом но я сейчас проверю хватило бы мне улететь сейчас ну да вот я завожу алюша от этот паузу когда ты вышел да нет я еще в игре ну я смотрю графики сейчас вернусь эти надо паузу вообще я хочу просто посмотреть улетел бы этим ходом то есть если греймик никто не стрелял я бы прошлом скорее всего улетел в общем я потерял за всю игру 2 юнита качечка 3 юнита это эти три юнита вот в конце игры я не знаю как как они тобой были потеряны а вот и все вот и все наши потери за всю игру просто этого и хорошего воевали грубо говоря вот очень напоминает ютланское сражение я смотрел ролик очень познавательно мне понравилось можете погуглить в ютубе есть два часа распинать рассказывать тут то же самое на фига ли на фига ли флота и понимаешь и если потеряешь то он уже невосстановим и поэтому так и расплылись у меня кстати задача ланская ю юнская юля ютландская у меня качечка я не собирался на тебя нападать тогда мне реально была идея чтобы ты вложился в флот опнулся и в напряжении летал вокруг смотрел лишь был флот ну что вы просто апнуть содержание этого флота теперь надо я верю что ты что-то подстроил еще я строил знаешь где там где мне не было кампуса вот в том городе r ты просто там кампус не построил может если бьетов кампус построил его улетел до науки не хватило чуть-чуть да чуть-чуть но она хватало просто вот обидно и в хадинг ты не я строил потому что мало просто я сейчас смотрю на этот город r вроде он с какой-то жопе мира какой-то кредит град сплошные холмы у холмы сплошные игры игры вышел таки давно можешь игра приостановлена тамара мы не можем продолжить кто знал смогу могу смог она об а как это так сделал я нажал я маг и кубец волшебный ночью улетаешь честно ищу деталька но это то я ученым делаю да нет хватает у меня так вот подожди так это этот ход еще это что следующий это еще это я бы эти я думал я этим уличу знаешь сколько этим не хватает хода сколько в этот раз 46 46 это много я магнус естественно тогда нас может вырубать аж и тут этот рабочий на агрессе стоит он он только стал на 0 из 3 минус 1 рабочий то есть и получается стык у тебя был это было карточка на плюс 1 передвижение это ты были есть она стоит я уже знаю что надо делать смотри еще я убрал вот из-за того что взял демократию я не хватало карточек и я несколько сделал пою не ты сделал шестью зарядами себе еще одного сделать шестью зарядами то я тоже улетел дел бы просто а у меня нету шестью зарядами понимаешь я карту я сделал два думаю у меня захватит нашу детали на вторую видишь как я думал я идут два хода строю эту деталь в данде за два хода делаю две детальки выбор дине видишь если я может выбор дине строил там чё там тоже два леса а еще а еще я в начале не в начале когда во фрегаты вышел я стремился быстро во фрегаты и я с этими фрегатами как дебил шатался от одной нации к другой ты сейчас сначала хотел американцы выносить потом блин я проснулся когда-то у тебя пачка фрегатов потому что ну да а то я подумал так я захватываю там ну два нормальных города 3 а потом американскими приходит по посуху и у меня проблемы начинаются да явно мне не простит захват столицы и балтимора хорошего города думаю ладно поплыву качки подплываю качки и и я слышу начинаются разговоры по поводу того что надо на меня нападать там со стороны американца со стороны египта то есть у меня была вполне возможность абердин рок и роксбург вообще без проблем забрать и сжечь дальше там конечно сложно проплывать и сложный такой пролив но эти два города брались вообще только на ура получается если я это делаю качка уже не конкурент все на меня агрится думаю ладно хрен с ним слабый египет поплыву к нему подплываю к египту опять начинаются разговоры против меня и у качки уже флот появляется блин я вот так вот шатался этим флотом поэтому треугольнику туда-сюда не знаешь что делать и потом в итоге уже слава богу спасибо инвиктусу я смог на египет напасть пусть кого-то надо было забирать при этом там грей блин забирает ацтека все всем всех все устраивать теперь и цуки не но я воевал с ним реально там много внупол игры очень долго это не то что когда ты пришел и вот как немцы да я убил там за три хода нет совсем не просто египет и немец не использовали преимущество почему-то думали что это как бы он за что грей захватит успокоиться да это обычно так и бывает нет не в этом дело я может и не нападал бы на ним виктус есть он не творил там дичь на карте на эти города были не нужны как бы их забрал он просто чуть-чуть нет у египта коляски как раз в это время прибеги ты к грузии погребь это всегда в начале игры к это строишь армию ты не строишь в общем в начале игры это намного более критично чем там середине в начале игры строишь юниты за один ход а потом у хапаешь потихоньку неважно я тратишь всегда в игре строю юниты в любом случае вот эти начальные штук девять у меня всегда есть независимо война не война то есть пускай они будут они никуда не денутся а так как у египта это еще и уникальный юнит и он еще и стреляющий быстро коляски строить начале игры это вообще 4 хода с карточкой в начале игры это не вся нам не на десятом ходу естественно вы воевали там хрен знает об ходу на пятидесятом поставил четыре города построить эти коляски штук пять я не говорю то что там захватывать тебя но оттянуть внимание от ацтека почему нет просто ты ты очень хорошо создал иллюзию что типа вы там равны у вас все там ровно вообще вы там что так ровно стоите объектива . вы не пошел поиска даже ацтека выигрывал по больше армии ну ацтек все время было бы намного больше у меня в какой-то момент там было 600 на 1200 то есть x2 у него войску от меня это так сильно влиял его расовый бонус так водил из заблуждения всех у него дешево апается может орлов настроил у него там да у него не все обновь даже я уже в конце к пробился там ну кармик не апнутый там и мечи еще бегали всякие лучники а денег не было нет так вот о чем что я хотел про юнита сказать там когда было сто процентов от магнуса очень любили под магнусом через лучников переливать промочке месты строишь там воина рубишь лесочек под ним получаешь дополнительный бонус там даже больше выходила ну что и бесплатный юнит у тебя таким способом армию наращивали а в чем эти переливать вот так вот ну магнус дает 50 процентов и карточка дает 50 процентов те плюс сто процентов значит из леса получишь в два раза больше лучших 30 монет стоит лес он дает 30 с этими с магнусом карточками 60 то есть рубишь лес получаешь 60 молотков 30 из которых тратишь на этот сейчас принципе то же самое только можно переливать но вот как-то такое это все равно выгоднее чем просто ну да такую фишку часто грешат я очень люблю на лодочках потому что на лодочке 100 на лодочке сто процентов карту ставишь и просто потом два-три хода после магнуса раньше 200 был а за за норвегии до из птички рубеж за норвегии один лес под этот под лодку раньше рубил и ты там три хода все по одному амбард строишь на все по одному строишь ходу за один лес просто чудо надо пожалуйста пирамиды один очень крутая фишка и также точно так же за нубе кстати ну не так круто но тоже неплохо выбил за счет этих лучников смысла ну там же плюс 50 кучникам ты прачник на прачниках ты делал врач не надо ты прачник уже нету любви или есть не здесь прачник стоит 17 молотков с карточкой ты в два раза увеличу значит он сколько 18 9 молотков и еще магнус то есть короче сема смолков стоит ослез от и там берешь под прачником сколько получается здесь 150 процентов ну давай 30 да там вначале можно получить еще 150 это 65 следствием начинается там будет выходе ханика строится пачник у тебя там за счет бонусов 100 процентов тут и без он рубится числом два раза больше молотков я думаю . просто уменьшает стоимость даже можно просто открыть посмотреть 030 так осталось ну построена то есть явно что увеличено производство они число молотков которые нужны для ну все спасибо за игру тем пока спасибо было напряженные майндгеймса у нас тут конечно ну да первые два раунда не все жесть были короче халецкий следующий раз я улечу точно следующий раз мне кажется все не будут не любить грея кончика ты просто научись в циву наконец играть когда когда вернется тот прежний мастер верно ты хотел сказать что научись политики нормально разрулили чуть не но за эту партию сколько вы всяких ошибок посовершал сколько яческих если там все суммировать там ход на три наберется как бы к раньше можно было улице ну так то да сидел спокойно развивался вообще те никто не трогал улетай не хочу так так не надо еще мастерские ныл какой у него плохой остров остров плохой отличный остров отлично все пока пока следующий бюджет спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк поставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока